Я читаю четвертую главу из четвертой книги царств. Одна из жен, сынов пророческих, с воплем говорила Елисею. Раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов пустых, набери побольше. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него. И заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет больше сосудов. И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божью. Он сказал, пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеб. И сказала она мужу своему, вот я знаю, что этот человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим ему там постель и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию слуге своему, позови эту сономитянку. И позвал ее. И она встала перед ним и сказал ей, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? И сказал Гиезии, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях. И сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И женщина стала беременною и родила сына на другой год в то самое время, как сказал ей Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам. И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его. И понес его. И принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из ослиц. Я поеду к человеку Божью и возвращусь. Он сказал, зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота. Но она сказала, хорошо. И оседлала ослицу, и сказала слуге своему, веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась и прибыла к человеку Божию, к горе Кормил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, это та сонамитянка. Побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты? Здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала, здоровы. И сказала она, просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня. И сказал он Гиезию, опояшь чесла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его, если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка, жив Господь, и жива душа твоя, не отстану от тебя. И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал, не пробуждается ребенок. И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел и запер дверь за собою и помолился Господу. И поднялся и лег над ребенком и предложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок семь раз. И открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезий и сказал, позови эту сономитянку, и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Елисей же возвратился в Голгал, и был голод землетой, и сыны пророков сидели перед ним. И сказал он слуге своему, поставь большой котел и свари похлебку для сынов пророческих. И вышел один из них в поле собирать овощи, и нашел дикое вьющееся растение, и набрал с него диких плодов, полную одежду свою. И пришел, и накрошил их в котел с похлебкою, так как они не знали их. И налил им есть. Но как скоро они стали есть похлебку, то подняли крик и говорили, смерть в котле человек Божий, и не могли есть. И сказал он, подайте муки, и всыпал ее в котел и сказал Гиезию, наливай людям, пусть едят, и не стало ничего вредного в котле. Пришел некто и звал Шаллиши, и принес человеку Божию хлебный начаток, двадцать ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его, что тут я дам ста человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Господню.